сомнения они были довольно кратковременные некогда было стоять и раздумывать а достоин ли я могу ли я в есть ли и так далее внешняя среда она выстраивала динамику будешь долго думает тебя сажу вот эти состояния сомнения так далее это вот как бы трансформация этих базовых установок которые идут от инстинктов тела сомнений возникает тогда когда у человека по сути новый опыт состояние сомнения кстати когда человек впадает в состояние сомнения и выпадает в бессознательное состояние что значит что он перестает отдавать себе отчет в том какие мысли у него крутятся в голове и не просто какие мысли а что он начинает этим мыслям доверять и он подключает к этому уже эмоциональную составляющую уже возникает какая-то состояние настроение может меняться то есть мысли полетели там начали начали формироваться какие-то конструкции настроение испортилось и все пошел в минус и вот это бессознательное состояние человек может в днем находиться день два три все и он как бы вот погружается в это все он считает условно говоря как мы называем заснул и что касается интерференция то есть это тоже такая очень благоприятная среда для того чтобы была возможность подключиться разным структурам внешним энергетическим структурам которые будут использовать такой источник бессознательный который мало того что перестал воспринимать вообще как бы себя в пространстве он погрузился в это состояние он в этом состоянии начинает транслировать энергию то как бы настроение портится вибрация снижается то есть ниже норма до пошла вибрационное состояние человек начинает испытывать хандру какая-то вот это меланхолия сначала этот легком потом он начинает уже злиться там и так далее и соответственно как мухи да на остатки еды прилетают так и в принципе вот эти все структуры которые на энергетическом уровне начинают подключаться очень легко очень легко потому что человек бессознательном состоянии находится и у его вот эти вот и на энергетическом уровне уже включается очень быстро различные манипуляции где дает возможность подключиться и вот как бы его собственно уже качать эту вот энергию особенно энергии идет и подключается те сущности которые собственно вибрируют вот которому нужно вот эта частота эта энергия но это если так вот скажем немножко в этом контексте рассмотреть что нам дает еще сомнение так вот что позволит человеку почему сомнение до начала почему сомнение она принципе такое очень деструктивное получается качество с одной стороны она естественно и сказать что человек вообще должен освободиться от сомнений это что значит это значит что он должен очиститься от ну освободиться от чувства самосохранения избавиться от чувства самосохранения это сбить все настройки как сомнение использует конструктивно для себя знание знание о том что сейчас было сказано во первых что это естественно для себя это определяешь как то что ты перешел подошел к какому-то новому периоду значит ты что-то пробуешь новое и здесь нужно быть просто внимательней осмотрительнее может быть включить какое-то критическое мышление потому что ты вступаешь на новый путь и для того чтобы там не навредить себе и так далее быть более собранным быть более сконцентрированным поэтому когда сомнения приходят фиксируешь его как звоночек как напоминание на то что нужно так как-то сконцентрироваться сфокусироваться на новым на новом состоянии на новом периоде на информации может быть людях с которыми ты общаешься информации которая приходит просто нужно сконцентрироваться и все и идти дальше если даже сомнение будет то есть посмотрел проверил и пошел сомнение может быть еще таким тоже как напоминалочкой такой или уточняющим моментом а ты абсолютно уверен что тебе это нужно когда у человека нет полного доверия себе у него как сбиты немножко ориентиры и это нормально потому что ну в процессе жизни у каждого человека происходят разные ситуации которых у него самооценка понижается повышается там или еще что-то разный опыт приобретает безусловно это все наша психика фиксирует и выдает собственно опыта и чтобы это помнишь ты там обжегся может быть не надо возникает такой вот момент и здесь именно этот вопрос можно конструктивно использовать когда ты уверен что тебе это надо сесть и написать но написать не в контексте блин действительно может мне это не надо я вот тут они умеют а то а написать в позитивном контексте так я в эту ситуацию хочу зайти потому что она мне может дать плюс какой-то второй пункт плюс такой-то третий пункт такой-то вот это а тебе точно это надо это вот как такой тест как бы вот твое внутреннее состояние но тебя предупреждает и тут для себя собственно ты можешь как бы сказать действительно так но у меня вот-вот-вот-вот и когда ты начинаешь перечислять плюсы тебя вот прям это вдохновляет тогда действительно это твое направление если вдруг ты идешь но у меня есть такое ощущение что именно вот этот момент является очень скользким на котором многие подскальзываются а что здесь поможет выйти из этого состояния если человек начинает там буксовать но когда ты зависаешь в этом надолго то есть здоровые сомнения они кратковременные то есть возникло сомнение да на улицу ты выходишь да ты уже собраться дверь открываешь там облака дождя нет у тебя сомнения брать зонт или не брать если ты для себя принял решение а ладно будет дождь промокнул или там где-нибудь спрячусь или в кафе зайду или в магазине пережду ничего страшного или там ничего страшно я бы на машине поеду или там еще что-то и ты идешь это здоровое сомнение если ты закрываешь дверь садишься и думаешь так а вот если я возьму зонда мне его положить будет некуда мне будет мешать а вот если я пойду я вдруг промокнусь и паду без зонта у меня там на мне белые кроссовки я их испачку и у тебя вот этот период превращается уже ты будешь да блин нафиг я вообще никуда не пойду он начинает усугубляться и ты зависаешь в этом состоянии и перестаешь действовать вообще двигаться то есть это значит такой уже набат на который нужно обратить внимание что сомнение перешло в проблему уже не сомнение является не инстинктом помогающим обращающим внимание а сомнение превратилась в способ манипуляции мной способом управления мной если сомнения настолько охватывает человека что он отказывается от каких-то действий вообще у человека есть какие-то установки как которые ему мешают жить а если мы посмотрим еще с точки зрения энергетики если эти сомнения такие знаете как поддувают вроде как вот раз а потом ты через какое-то время момент ловишься что ты уже блин час сидишь и думаешь какой ты неудачник и зачем тебе вообще в это во все увязываться и да ну нафиг и не надо значит здесь есть еще какой-то внешне энергетическая такая вот поддувание вот этих вот сомнений значит есть еще и ну тема интерференция значит уже сели уже дуют уже эмоцию начали качать уже начали качать энергии здесь еще вот так вот можно посмотреть поэтому его как сомнения сделать своим помощником обращать на них внимание как напоминание в телефоне вспоминать почему она возникает зачем я поставил себе напоминалку в телефоне чтобы что почему возникло сомнение сомнения возникла чтобы напомнить напомнить о чем какая-то новая ситуация что-то для меня неизвестное так далее или какая-то повторяющаяся ситуация которая в прошлом у меня вызвала какой-то негативный опыт она повторяется напоминание сомнения возник напоминание помнишь ты хочешь также если ты сделаешь также получишь тоже самый результат попробуй сделать иначе ситуация повторяется но попробуй сделать иначе и посмотреть что получится таком контексте относиться к сомнению идет конструктивная работа и конструктивное отношение вот к этим программам которые находятся в теле ты это знаете как ты вдруг понимаешь как работает программы и как их для чего они собственно вписаны в в инструмент в тело и начинаешь использовать тех на свою свою пользу сейчас мне образ прям пришел телефона вот который нафарширован разными приложениями целая куча этих приложений они там жрут зарядку а ты вдруг понимаешь что это приложение ты мне пользоваться он какой полезный она не просто у тебя фоновом режиме сожирают энергию если его использовать как надо она может такую пользу приносить это вот сродни этому по сути все базовые установки которые находятся в нашем теле с ними просто нужно разобраться нужно разобраться как они работают и особенности чего-то кстати прям прилетает следующая информация как они работают на здесь и сейчас не как они работали тогда когда были ну условно говоря установлены в наше тело а как они в нашем теле в этой новой внешней среде могут быть использованы конструктивно